Вот такой мак, посмотрите, вот такой мак. Сейчас пойдем добавим. Я уже его высушила. Так, вот сюда. Вот так. Это пока я собираю их, а потом буду отвозить. Домой можно отвезти. А нужно оставить здесь. Вот такие хорошие маковки. Смотрите. Вот так. Сейчас сниму этот вазон. Я его обрезала. Это диасция. Вот это такой грязный вазон. Это не грязный. Это он уже сам по себе такой цвет имеет. Наверное, либо выбросить, либо покрасить нужно. Но пока заменить нечем. Я сию обрезала. И вот она, смотрите, растет. Но я ее отсюда сниму. Снимаем, потому что у меня уже полька. Полька уже подрастает. Бутончик. Здесь еще базарные побеги. Еще растут и растут. А этот вазончик висячий, он будет мешать. И мы сейчас его отнесем вон туда. Там, где питония, сульфиния. Видите? Здесь у меня тоже вазон висит. Я потом за него расскажу, что у меня там растет. Ну, пойдемте туда отнесем. Здесь у нас должна быть фламентанс. Но ничего здесь нет. Поэтому повесим этот вазончик. Здесь тоже солнышко. Я так поняла, что диасция не боится солнца. Нашего солнца палящего. Обрезку произвела. И смотрите, хорошо растет. Пусть растет. Ну, а вазон, конечно же, со временем нужно поменять. Это на нем такие пятна уже от старости. Всем добрый день. У нас сейчас полдень. Жара. Наверное, целых 40 градусов. Потому что 35 в тени. Вернулись сюда, к этой розочке. Роза моя. Полька. Уже она где-то метр двадцать высотой. И, соответственно, пришлось убрать вазон. Потому что она растет. Растет, растет, красавица моя. И уже дала бутон. Так что освободили ей место. Пусть растет. Ну, и хочу показать, как выглядит цветник мой. На дорожке. Вдоль дорожки. Который всегда весной. Вернее, не всегда. Который в июне очень, как бы, яркий. Такой цветной весь. Разноцветный. Сейчас он имеет более-менее скромный вид. На перстянки я уже вынула все. Давайте так посмотрим. Веронику обрезала. Идет на второе цветение уже. Набирает там бутоны. Так. Здесь, конечно же, плачевные виды имеют дельфиниумы. Они потихоньку желтеют. И я потихоньку листья убираю. То есть, они потихоньку уходят. Но не так быстро, как на перстянка. На перстянку я просто вынимаю из земли. А дельфиниумы, конечно, корневище должно жить на одном месте. Никуда не девается. Дельфиниум многолетнее растение. Поэтому потихонечку все обрезаю. Сначала цветоносы. А теперь потихоньку-потихоньку веточки. Листики, вернее. Ну, и вот такой вид имеет мой цветник. Скучноватый, может быть. Сейчас уже розы не цветут. Они даже не цвели. Они просто сгорели. Сейчас начинает цвести платикадон. Там тоже. Здесь получается три кустика. Один, два и вот третий. Они еще не полностью цветут. Поэтому так. Колокольчик, платикадон. И заполнила я пустоты там, где был колокольчик. И на перстянку поставила колиусы. И поставила ведро петунии и калибрахова. Желтенькое это калибрахова. А это, наверное, либо петуния, либо сульфиния. Но что-то из петунии. И там тоже у меня горшок с колиусом. И здесь горшок с колиусом. То есть, как бы задекорировала пустоты, пустые места. Чтобы не так было скучно. Это у нас растет и соп. Здесь вот колокольчик. Посмотрите, какой он хорошенький. Колокольчик. Доцветают уже лилии. Здесь я лилии уже обрезала. Здесь были красные лилии. Обрезку произвела. Вот так. Здесь тоже поставила ведро с петунией. Там колокольчик. Там мой красавец. Барбарис бордовый. Пойдемте, пройдемте. Смотрите, как долго цветет жемчужница. Очень долго. Розы уже я обрезку произвела. Розы. Вот розочка. И здесь розочка. Это уже последний цветочек из первых. Это веточка опоздавшая. Опоздавшая и такая высокая. Ну, а жемчужница, пожалуйста, цветет еще. Не, многие я уже обрезала. Смотрите, как обрезаю. И потом они новенькие веточки пошли. Здесь тоже произвела обрезку. Там цветет, я уже сказала, плотикардон. Ну, пойдемте, обойдем. Здесь был у меня ирис. Ирис убрала, но ничего еще не посадила. Не придумала еще, что хочу. Так, обходим нашу розочку. Обошли розу. А что это сидит? Представляете, такие уже. Вот такие уже улитки у нас появились. Слизни, улитки. Раньше не было. Светет лилейник. Такой красивый бордовый цвет. Здесь такой тоже, но здесь уже цвет еще темнее. Я привела вас показать свой мискантус. Солнышко его освещает, конечно же. Ну, хорошенький, правда? Мы сейчас обойдем этот цветник с двух сторон. Вот так покажу. Здесь весной посадила гибискустровенистый. Очень плохо пошел. Плохо. Одну веточку дал. Пересадку не одобрил мою. Вот расцветает, уже распускается. Такой цветонос имеет лиатрис. Лиатрис, смотрите. Он цветет сверху вниз. Это не очень хорошо. Мне нравится сам кустик, когда в таком состоянии. Потом, конечно же, он будет оцветать. И будет опускаться вниз цветение. Вот так. Поэтому верхушечка будет не очень красивая. Вот мой красавчик лафант. Такие имеет свечи. Тоже хорошие уже. Здесь тоже кустик лафанта. Мелиссу я всегда вам показываю свою. Давайте посмотрим здесь. Там дельфиниум. Этот дельфиниум держится еще. Ну, это моя красотка. Мой красавец Барбарис. Бордовый, хорошенький такой. Но посаженный, видать, ему очень тяжело. Там под таким огромным кустом, наверное, буду выносить. Барбарис, посаженный весной. Так, что здесь? Давайте так издалека покажу. Вот это иду. А то я так проскочила панораму нашу, да? Туечки. Вот это вот. Это орегано. Пчелок. Посмотрите, что там творится. Пчелки. Какие-то мухи у нас появились интересные. Вот не знаю, что это. Посмотрите. Не было таких мух. Мухи. Не понимаю, что это за живность такая. Вот такие насекомые. Это бересклет. Тоже показываю всегда вам. Показываю отсюда. Мой цветник с другой стороны. Давайте так подойти. Так поживает моя гортензия метельчатая. Полярный медведь. Там мои петунии. Вон там вазоны стоят. Ну, как-то так. Там тоже вазон с петунией. Вот так показываю. Жарко. У нас очень жарко. Но приходится терпеть. Вот так хорошо выросла уже сейчас. Подойдем сюда. Прошли мимо. Красоточки. Барбарис. Мария. Хорошо подрос. В два раза вырос. То есть, в два раза. Был где-то, сейчас сантиметров 35, а был где-то 15, не больше, когда купили. Вот отсюда покажу свои растения в горшках. Вот такой колокольчик, смотрите. Огромный. Здесь тоже посадила ливейник. Большой-большой цветочек. С другой стороны покажу. Вот такой огромный, бортовый. Ну, а здесь вот набирает, набирает уже цветоносы. Смотрите, как я обрезала. Вот обрезку произвела. Сейчас это. И вот новенькие, новенькие, новенькие. Как я говорю, Вероника цветет до морозов. Мне это нравится. Вот тоже. Вот так мы обошли цветник с двух сторон. Вот она, Вероника. Молоденькие цветоносы. Вот тоже. Алилия уже все. Это очень пахнущая алилия была. Но она один цветочек дала. Вот такой цветник. Цветник до дорожки, который очень яркий был. Вот такой цветник, который был очень яркий в июне. Который сейчас имеет такой вид. Поспокойнее, правда? Давайте сюда пройдем. Нашу гортензию. Вот, пожалуйста. Солнце. Что творит с нашей гортензией. Но к вечеру она восстанавливается. Это очень хорошо. Здесь тенечек. И она такая хорошенькая, правда? Тенечек ее спасает. А там солнышко. Как я и говорила, днем немножко солнышко есть. Вот так. По чуть-чуть. Вот такая красоточка. Пока хороша. Это те цветочки, вот цветонос, которые я вам показывала. Смотрите, какой он славный. Этот тоже вновь распустившийся. Такие хорошенькие. Вот так она смотрится. Наша гортензия крупнолистная. Здесь я тоже пустые места заняла, задекорировала, заполнила пустые места колиусами. Так. Там тоже. Потом что здесь? Здесь. Колиус. Здесь тоже колиус. Очень удобно. Очень удобно иметь растение в горшках. Потом ставишь куда хочешь. И здесь тоже поставила горшок с колиусами. Вот так смотрится. Ну и пойдемте здесь пройдемся. Зацвела Вероника розовая. Смотрите, какая хорошенькая. Розовая. Метелочка такая. Это гортензия тоже. Продолжает, продолжает, еще продолжает. Но она будет долго цвести. А эта гортензия цветет долго. Все гортензии цветут продолжительно. Еще, смотрите, еще больше. Сейчас как-то хочу листить и убрать. Еще больше стал цветонос. Мне кажется, увеличился, потому что цветочки распускаются. Сильвер, доллар. Вот такие цветоносы. Ну и привела вас опять к ливейнику. Показать красоты. Красоты. Вот такие. Это можно уже убрать. Чтобы не портил нам вид. Такие темно-вишневые. И начинает распускаться. Вот такой абрикосовый. Конечно же, вот такой, вот такой. Без названия. Потому что покупаем на рынке. Потому что меняемся друг с другом. Попадают они в сад. Не с магазинов. Поэтому без названия. Эту метельчатую гортензию я купила у Аллы. Сильвер, доллар. Поэтому знаю название. Прямостила. Видите, где? Вот повесила туда. Вот так. Пока нет розы, будет висеть горшочек. Один и второй. А здесь розочка. Посмотрите, какая она уже высокая. Сейчас я спрячусь в тенечек. Вот она уже почти достала верха. Ну, это один только стебель. Но она потихоньку развивается. Конечно же, она не будет такой мощной, как была. Она вырастет со временем. Но не за один год. Ну, и там цветет. Продолжает цвести. Алла мне написала, что это. Сейчас, что это таки. Ванила. Ну, пойдем смотреть. Просто смутила меня то. Сейчас я листик уберу. Смутила то, что она рано зацвела. Ну, хорошо. Рано это хорошо. Пусть цветет. Покажу отсюда свою гортензию. Одну, вторую. И ливейники. Помните, я резала свои овсяницы. Хорошие стоят, красотки. Здесь у меня горшечный садик. Вот так. Вот такая у меня. Такой у меня кулю. Смотрите. Купила я весной его. В горшочке. И уже очень хорошо размножается. Очень хорошо. Корни дают. Шикарно. Здесь такая сульфиния. Питония. Сульфиния. Даже не знаю как. Уже надоело мне обрывать. Просто вынимаю. Потому что столько цветов. Невозможно. Это я уже утром оборвала все. Здесь тоже такая красивая. Питония сульфиния. Питония сульфиния. Не знаю. Покупала на рынке. Поэтому даже не знаю. Вот это наверное точно питония. Ну какая разница. Красиво да и все. Красиво. И вот я размножила этот колеус. Смотрите. Хорошенький. Правда? Здесь у меня вот такая композиция. Композиция. Это громко сказано. Герань. Пеларгония. Потом растут. Уже отцветают. Я раньше не показывала вам конечно. Здесь у меня виолки. Потом. А здесь было еще. Маргаритки весной. Было хорошо. И посадила гладиолусы. Это как для вертикали. Ну и пойдемте покажу. Вот так мы обошли этот цветник со всех сторон. И покажу вам свою сульфинию. Вот она такая. Как стать лучше. Ну вот такая. Красавица. На таком палящем солнце выдерживает. Поэтому я и поставила. Сейчас развернусь. Поэтому я и поставила сюда питонию одну. Питонию вторую. Ну калибрахуа, питония. А вот колеусы. Не знаю даже как. Они-то любят солнце. Но наверное не до такой степени, чтобы целый день. И 40 градусов. Буду смотреть. Так что. Эта питония недавно здесь живет. Наверное дня три. Пока я все поубирала. Пока все повырывала. То есть имею ввиду колокольчики. Перстянку. И пока немножко поподвязывала свои дельфиниумы. Немножко укротила их. Они такие были мощные. Большие кусты. Ну вернемся к питонии. Сульфинии. То есть выдерживают наше солнце. Поэтому я и сюда. Вот здесь у меня были тюльпаны. Помните я вам показывала, что хочу здесь колеусы поставить. Посадить. Сначала я выставила. Ой. Сначала выставила горшки. Посмотреть как они себя ведут. Ужасно. Начали вести себя. Поэтому поставила сюда горшок с питунией. А сюда понасаживала вот те. То молодила. Каменную розу. Которую я вам показывала в прошлом видео. Как я вырвала цветоносы. И за ними тоже потянулись хорошие цветочки. Вот пожалуйста. Все порассаживала. И на палящем солнце я не буду себя чувствовать нормально. Молодила солнца не боится. Ну и питуния тоже. Хороша. Тоже не боится нашего солнышка. Наших 40 градусов. Пусть радует нас. Вот так смотрится. Барбарис. И платикадон. Вот так покажу вам. Покажу. А там мои огороды. Там огороды. Помидоры. Пока все развивается. Помидор еще пока нет. Огульцы едим. А помидорок нет. Еще не созрели. Давайте покажу с этой стороны цветник. Который мы. Вот так. Розочка казино. Идет на вторую волну. Хорошо цвет. Не хорошо, хорошо набирает побеги. Сейчас мы это уберем. Вот так. Я показываю те же ливеники, которые я вам показывала. Там моя гортензия. Вот сильвердоллар. Может лучше будет с этой стороны видно. Смотрите, какие цветоносы красивые. С другой стороны совершенно. Смотрю, показываю. Совершенно с другой стороны показываю. С противоположной. И вот моя розочка. Фламентанс. Так она возобновилась. Уже дала почти 2 метра. Почти 2 метра. И здесь, смотрите. Вот так она. Я некоторые стебли вырезала побеги. Очень много было побегов. Не нужно столько. Смотрите. С другой стороны подошли. Тоже. Светет гортензия. Так что фламентанс восстановилась. Не все. Не все. Но мне хватит. Мне этого хватит. И вот с другой стороны совершенно. С противоположной стороны подошли. Смотрим на эту гортензию. Смотрите, как хорошо. Здесь еще цветочек будет. Вот такая она. Красавица. Наша гортензия. Давайте покажу вам свой горшечный садик. Здесь, под домом. Здесь в основном у меня пеларгонии. Вот. Потом колеус. Здесь фуксии. Представляете, какое солнце. Это сейчас, по-моему, 12 часов. Еще солнце полностью. Полностью греет нас. Не уйдет за дом. Еще не ушло за дом. Вот колеус. Плоховато себя чувствует. Хотя политый. Но потом солнышко спрячется за домик. И все будет хорошо. Тоже колеус. Пеларгония. Колеус. Это сейчас 12 часов. И поэтому солнышко. А так они потом сейчас отойдут. Потом они реанимируются. Солнце уйдет. И потом все будет по-другому. И там на окошке у нас тоже плющилистная пеларгония. Она только начинает. Она только раскачалась. Смотрите. Вот. Там тоже. Вот так начнем с этого вазончика. И пойдем так. Раз, раз, раз. Если бы цвели фуксии, было бы еще красивее. А так пеларгонии цветут. Колеусы добавляют цвет листами своими. Листиками своими. Ну и еще раз цветет фуксия. И будет очень хорошо. Здесь в розарии розы уже все отцвели. И все я уже почти обрезку произвела. Вот нужно обрезать Веронику. Эта Вероника позже зацвела. Позже обрезка будет. И покажу вам новую розочку свою. Прошлогоднюю. По-моему, Ева. Надо будет посмотреть в прошлом записях. По-моему, это Ева. Вот такая красоточка. Заканчивает свое цветение. Ева. Быстрее всего, что Ева. Вот так. Никак не зацветет еще моя гипсофила. Никак. Сейчас обойдем. Уже некрасивые делаются юки. Уже все. Облетают. А гипсофила только-только начинает. Вот такой цветочек. Нужно обрезать уже остильбу. Все уже. Здесь у меня еще не показала. Наверное, у меня посажено в том году. Какие-то листики рябенькие стали. Японская анимона. Ну, пока так. Пока так только какой-то листик рябенький. Писали мне, что она стреляет и расползается. Ну, буду контролировать, конечно. Нужно как-то контролировать. Уже буду убирать эту девичью ромашку. Уже все. Она уже свою декоративность потеряла. Нужно убрать. И смотрите, как хорошо выросла роза, которая вымерзла. Которая замерзла. Которая была срезана на уровне земли. И вот уже куда. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот у нее, не знаю, видно. Вот так, вот так, вот так. И вон туда. То есть уже 2,5 метра. Ну, 2,30 точно есть. То есть она растет. Она хорошо подросла. Ну, а здесь на пеньке. Три колиуса. Один такой. Один такой. И в этом году купила такой. Но мне казалось, он будет желтым. Желтее. Может, потому что в тени. Но лист очень красивый. Смотрите, какой лист. Название не знаю. Тоже питомники брала, но названия у них не было. Вот такой. И такой у меня получился букет из колиусов. И в тени. И в тени. И в тени. О, что же такое.